Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Благослава О'ЧЕ НАСТО. Бабця мне учила zawsze «Ойче наш» модлитвы. И я, как детство, был рад. Ну и я, как детство, то си цесиłem тем, что я что-то знаю. Но час шел, я рос. Но час шел и я уже был в большом. Первый раз в шестом классе я употребил то, что не надо. Но я попробовал алкоголь. Ага, так хорошо, что потом… Ага, так хорошо, что напилим себя, упилим себя. Первый раз. Но потом я благословил его хорошо. Но потом я благословил его хорошо. И так мое житие пошло куда не треба. И так мое житие пошло где не треба. В восьмой классе. В восьмой классе, как я уже был. Я уже так был, что в селе меня очень боялись. Я уже был там на восьмой, где я выховала, что каждый уже мне боялся. Не давал попусты никому, потому что сам любил быть немного на высоте. Моги, что был такой, что хотел быть лучше от кого-то и выше от кого-то, чтобы каждый себя боялся. Ну, Бог терпел, терпел и потом забрал руку от меня. В десятом классе я уже был там, где не треба. В десятом классе я уже был там, где не треба. В десятом классе школы, то уже был, уже в więзене сезалем. Далее два года. Далее только два года. Вошел, жена меня ждала. Все смеялись и говорили, что ты делаешь, что ты делаешь? Хлопаки выходят из армии и не хотят жениться потом на ней. Хлопаки ждут, а она ждет. Могли, что хлопцы из армии не хотят ждать. Она ждет на хлопца, а они... Ну, Бог дал мне жены очень хорошо. Я дякую Пану за это. Ну, я все равно был свое я. Друзья, алкоголь. Коллеги, алкоголь. И опять, ну, туда, где не треба. И снова утрапием там, где снова не треба. Уже было мое детское. Ну, я не смотрелся, у меня были друзья. Вошел еще раз. Потом снова попал. Как выходил из вязаницы, я говорил, что мое место скоро прийдет. Как выходил из тамнего więзения, говорила, что мне место, потому что недолго вернуется. И через пару месяцев я же был там. И пару месяцев снова был там спором. Но жена меня ждала. Но жена меня ждала. В Львове все было. В Львове было мишкание, все было до жизни. Сюрка гарна. Сюрка, ладно. Учила себя хорошо в школе. Учила себя хорошо в школе. Но ойтист такой непотиный. А что он такой, как бы такой есть. И снова до вязания. Сколько жена будет терпеть? Ну, или жена будет иметь терплевость и ждать. Чуть не забил жену. Травилось так, что мало не забил жену. Жена развела себя. Жена еще развела себя. Я пошел по городу. Ну, и пошел по месту. По месту. Был уже бездомный. Друзья алкогольдали. Наркотики я не употреблял. Наркотики не пробовал. Я не люблю это. И даже могу, что... Я не любил этого. З алкоголика, если можно хлопаку сделать. Могу, что всегда с алкоголика можно еще люди сделать. Но с наркоманами я же не. Не. И так мне Бог дал, что наркотики я не... И так Пан Бух охранил, что наркотики я не пробовал. Уверил потом, уверил в Бога. Уверил в Бога. Прием в крест водный. Ну, как в притче говорится, был посиенный при дороге за мной. И как Пан Бух говорил при повесчах, что посиенный бы вым... Зиарно посиал Пан Бух, а как при дороге. Ездили в тюрьму. Ездили в тюрьму. Ездили в тюрьму. Могли Божье Слово. Могли Божье Слово. Я радовал себя жизнью. Я себя чувствовал. Я себя чувствовал, что Пан Бух дал мне все. Так стало, что даже потерял все. Но так стало, что отрочил я снова от Бога. Опять до выездницы попал, что это очень тяжело. Ну, и прием до выездницы снова. И это был очень тяжелый год. Ну, забрал жизнь руха. Забрал жизнь руха. Ну, так меня Бог дал. Но Бог меня все равно любил. Так, то все прошел, но Пан Бух целый час меня коха. И я это чувствовал в сердце. Потому что, как я уверовал... Потому что, когда я вернулся в Бога, Бог сказал мне такое слово. Пан Бух мне тогда говорил такое слово. Хоть ты грязный, хоть ты колючий. Даже если ты будешь брюдный, даже если ты будешь колец, как ты ешь. Я тебя все равно люблю. Я тебя все равно люблю. Ты будешь идти за мной. Ты будешь идти за мной. И так я убил. И так Пан Бух мне сказал. Я мог выйти в 2020 году. А вошел в 2018. И так меня Бог ввел. И так меня Пан Бух проводил. Когда я пришел в доме. Когда я пришел в доме. Когда я пришел в доме. Там жила моя сестра и церка. Там жила моя сестра и церка. Со своим мужем. И они мне говорили, Пан Бух, твой дом. Они мне говорили, что Бух, это твой родинный дом. Но я говорю, ну как я тут буду жить, если ты уже там жить? Они только были молодым мужем, и теперь все будет хорошо, не переживайте. Ну и говорили, что все будет хорошо, чтобы не мертвили. Ну и сидел немного пианый. Но я сидел немного пианый. И тут звонок. И тут кто звонит. Она видит, что звонит моя церка. Из Польши. Бо церка мешка в Польше. Церка не знала, что я буду в городе. Церка не знала, что я буду в городе. И она говорит, что она говорит до нее. И кузынка этой церки говорит. Ты знаешь, я чувствую, что отец есть дома. Ты знаешь, что я так думаю, что тата на полно вышел из więзения, есть в доме. Видите, как Бог говорит? Видите, как Пан Бух говорит, что церка видела, что отец из więзения вышел в доме. И она говорит, дай, 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 дай ойцу телефон. И попросила церка, чтобы хотела с ним поговорить, чтобы дали телефон ойцу. А что я могла сказать церке? Было мне даже встыдно с ней поговорить. Но Бог мне дает сердце. Но Бог дает мне силы. И говорит, попроси пробачь меня. И отчувам в сердце такой голос, что просто скажите, извините мне, мне. Слезы текут. Я не могу сказать. Не могу сказать. Не могу вам говорить слова. Я сейчас не могу. Нечко мне теперь вспомнить и вспомнить тот час, как тогда было это всё. И церка говорит на это, что ехать. Ну, я попросил пробачь, и на мой ехать в центр. Я попросила ему о любое бакие, а церка мне сказала, что не хочешь поехать до центра хабилитации там в Львове? Я думал, из одной из тюрьмы до другой. Я думала, что это происходит? Я говорю, что, Паня Боже, дай мне разум. Но я ехал после такой... Я говорю, что, Паня Боже, ты сейчас не могу сделать. Я говорю, что, Паня Боже, я был другим ребенком. Я говорю, что, Паня Боже, приехали в центр. Я курил три пачки на день. Без фильтра. И тут одна молитва. И тут, в центре реабилитации, как бы я был, через какой-то краткий час, была только одна молитва. Положил брат на меня на рюк. Помодлился. Обед курить не хочу, вечер не курить не хочу. Встала в ночи десять раз до лазинки. Завси папиросы палили. А тут ничего не хочу палить. Глова уже не болит после панки. Ну, попить. Боже мой, что ты делаешь? Боже, что ты делаешь? Я тебе дякую. О, ой, 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 я тебе дякую. Горубатку, я как же ты добрый. Мой Паня Боже, что ты будешь добрый. Ты забрал меня все. Забралишь оде мне все необходимое. А тут раз и приезжают. Прошу, если я так буду говорить. Приезжают Поляки. А тут раз и приезжаю из Мыи. И тут мне говорят, что приезжает твоя мужа. Я думал, что приезжает твоя мужа. Я уже думаю, да, хорошо. Ну, я уже могу уipping. Я себя очень жалко. Я не знал, что ты говоришь. Ну, но мне сказали, что Богдан, а пастора жена, и говорю до хлопцов, посмотрите за ним, чтобы не уехал, чтобы не уехал, добра пастора жена. И когда приехал Крис, и все приехали, вся наша команда, я сидел с церковью. Ну, я не мог нарадоваться и не мог сказать слова. Я не верил, что моя церковь может мне это все побачить, но Бог так сделал, что так все стало. После революционного центра, приехала моя жена, была жена, я знаю разведенную. И тут купили цветы, и шел, и шел до клюзетов. Я шел мимо жены, я даже не понимаю, что жена сидела. Жена сидела, а я шел до лазерки и я даже не понимаю, что тут с боку сидит моя жена, была з того шоку. И на день сегодня, дякую Богу. И дзвони церковь и говорит, что хочет, чтобы ты приехал в Польске. Я думаю, что я и Польша, это не совместно. Я украинец. Я думаю, ну хорошо, пастора жена говорит, на тебе деньги и беру паспорт. Ну и пастора жена говорит, так, ты можешь здесь деньги и сделай паспорт, чтобы ты мог приехать в Польске. Я говорю, что я не хочу приехать в Польске, я буду на Украине. Что мне на Украине плохо. Но я ходил в церковь Божьей покрови. И так Бог дал, так Бог дал, что мне говорит, что ребенок едет. И говорит, где Богдан, завтра едешь в Польске. Я говорю, что не может быть. Как завтра едешь в Польске? Не может быть. Визы нет, визы нет, визы нет, визы нет, визы нет, визы нет, я до Польске еду. Я говорю, что ты переживаешь здесь? Все будет хорошо. И Пан Бог тебе все дам. И так оно есть. И я дякую Богу, что я здесь. Я Богу дякую. Я дякую Богу, что я вижу вас. Я дякую Богу, что я вижу вас. Что в церкви. Что я ходил там до Кощества, до Филадельфии. И мне это хорошо. Пан Бог мне дал работу. Я дякую Богу. И я лоблю вас. Я лоблю вас. Я лоблю вас. Продолжение следует...